В Санкт-Петербурге продолжает работу Международный экономический форум. Сегодня были подведены итоги рейтинга инвестиционной привлекательности регионов. Подробности с места событий у Дмитрия Ковалева. Итоги рейтинга инвестиционной привлекательности регионов подводили в расширенном составе. Чувашия на восьмой позиции, позади Московская область. В тройке лидеров Тюмень, Москва и Татарстан. Вообще попасть в первую десятку крайне сложно, отмечают эксперты. Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов подводят фото уже на протяжении пяти лет. В этом году в агентстве стратегических инициатив существенно изменили подход к оценкам. Это повлияло на окончательный итог. Ряд субъектов из списка 20 опустились вниз. Но все же, отмечает руководитель ОСИ, рейтинг инвестклимата объективен. Напомню, впервые мы установили четкие целевые показатели по каждой проблемной для бизнеса процедуре. Не условные проценты, а часы, дни, количество документов. Не просто, например, хороший инвестпортал, а список четких требований к нему. Время подключения к сетям 73 дня, а не 90, минус 10 дней по сравнению с прошлым годом. Поддержка малого и среднего предпринимательства. Тут вырос целый ряд показателей, но знаковый, на мой взгляд, это доля госзакупок у малых предпринимателей. В 2015 году цифра была смешной, 0,3%. В 2017 год уже 36%. Очень серьезно вырос уровень развития государственно-частного партнерства. Это значит, что созданы условия для реализации проектов, которые возможны только при совместном участии государства и бизнеса. В 2017 году таких проектов уже было почти 2000. За время существования рейтинга инвестиционная среда регионов заметно улучшилась. Это отмечают ведущие эксперты. Так, за последние годы сократилось время регистрации бизнеса, постановки на учет, повысилось качество телекоммуникационных услуг. Всего в рейтинге ОСИ свыше 40 показателей. В регионах первой двадцатки, считает президент деловой России, работают эффективные управленческие команды. Здесь уже как бы, вот на этом уровне уже нужно, как бы, уже недостаточно быть хорошими. Уже нужно каждый год искать, что можно сделать еще, что сделать дополнительно. И вот в этом контексте, мне кажется, мы уже переходим просто от практик, которые где-то уже опробованы, где-то сделаны, к изобретению новых решений и как сделать климат максимально ориентирован на бизнес. Спасибо. Глава Чувашии отмечает, что бизнес чувствует перемены. Результаты рейтинга отражают доверие предпринимателей к органам власти. Мы, вот, пятый год участвуем. В этом рейтинге четыре года подряд находимся в десятке лучших регионов Российской Федерации. Вообще оценка проводится среди топ-20 лучших регионов Российской Федерации. И вот десятка говорит о чем? На сегодняшний день система сама работает, нет суеты, стабильная обстановка. И принцип уважения, доверия к предпринимательскому сообществу имеется со стороны органов власти. И принцип доверия и уважения имеется со стороны предпринимательского сообщества. Конечно, мы чуть-чуть уступили свое место. Почему? Потому что отдельные регионы, имея другую базу, они в динамике лучше поднимаются. Но дальнейшая наша работа в чем заключается? Деловой климат дает возможность привлечь инвесторов. В ближайшее время инвестиционный климат в стране обсудят и члены Госсовета. На повестке кадровый потенциал регионов, развитие цифровой экономики, поправки в нормативные акты. Глава региона в своем докладе обозначил меры поддержки малого и среднего бизнеса. Для предпринимателей необходимо создавать комфортную среду, снижать административные барьеры и налоговые ставки. Конечно, органично вписывается в решении обозначаемых предпринимательским сообществом проблем, реализуемые по своей стране целевые модели по упрощению ведения бизнеса с четкими, конкретными ориентированными. Так, в рамках реализации целевых моделей снижаются налоговые ставки для тех, кто работает по упрощенной системе налогообложения. Устанавливаются налоговые льготы по патентной системе налогообложения. Данные меры способствуют легализации работы малого бизнеса, выходу из серых схем. Как эффективный инструмент развития зарекомендовал себя под программу развития малого и среднего предпринимательства. Благодаря ей в регионах страны обновляются основные фонды предприятий, осуществляющих производство, импортозамещающие продукции. Мы считаем, что сегодня для решения задач, поставленных перед нами президентом России, необходимо сохранить данный инструмент развития и довести его финансирование до 25 миллиардов рублей, то, что было раньше. Рейтинг эффективности регионов должен стать ориентиром для инвесторов. На новые точки роста ориентируются и власти Чувашия. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев, Республика и Санкт-Петербург.